Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня уже 22 декабря. До Нового года остаётся всё меньше и меньше времени. И мы, конечно же, готовимся к этому празднику. Готовим небольшие подарочки. Ну и, наверное, думаем о хорошем. Сейчас покажу вам погоду за окошком. У нас небольшой минус. И опять ночью сегодня шёл тропический дождь. Да, друзья, тропический дождь. Так стебало по окнам, что я проснулась. Сейчас опять всё подморозило. Опять гололёд. Люди идут, выбирают дорогу, спотыкаются, скользят, падают. В общем, погода нехорошая. Ну, что делать? Как говорится, у природы нет плохой погоды. Был комментарий, расскажите про вот этот плед, который у вас на кухне. Друзья, это не плед. Это скатерть. Причём есть попетельные мастер-классы. Мы вязали эту скатерть с вами в прямом эфире. Вот такая красавица, как скатерть. Она мне никуда не подошла. Я уже рассказывала об этом. Ну, а здесь меняется интерьер. Есть дорожка, которую я вязала. Ну, в общем, дорожка стирается. Накрываю эту скатерть. Запачкается скатерть, скатерть в машинку. Застилаем дорожку. То есть, меняем интерьер. Я сегодня немножко расскажу вам о том, как я вяжу перчатки. Может быть, кому-то пригодится. Повторюсь, что вяжу я интуитивно. Никакие мастер-классы я не смотрела. Единственный мастер-класс, который я смотрела, это по вывязыванию вот этого индийского клина. Посмотрела, как вяжут этот индийский клин. И мне этого достаточно. Вот. Пальчики буду вывязывать так, как я думаю. И поделюсь сегодня с этим с вами. Что еще хочу сказать по поводу комментариев. Друзья, я не знаю, может быть, это какое-то обострение зимнее. Ну, вроде бы-то только первый зимний месяц. Еще авитаминоза не должно было быть. Но вчера меня уже уличили в плагиате вот этого жилета, который я вам вчера показывала, как я его вязала. Вы знаете, еще раз повторюсь, что этот жилет я придумала сама. Видимо, не только я его придумала. Вы что думаете, что у людей не существует, как бы, своих фантазий, и они не могут сами сообразить, как связать ту или иную вещь? Или, может быть, вы пишете такие комментарии, потому что у вас нет своей фантазии, и вы считаете, что все друг у друга воруют? Понимаете? А потом, когда вам отвечают немножко в грубой форме, вам это не нравится. Понимаете, в чем дело? То есть задавать вопросы, как бы уличать автора или блогера в каком-то воровстве и плагиате – это нормально. А когда вам отвечают, то, что вы, ну, родились, возможно, без фантазии, и повторюсь, что для вас это очень сложно, и вы думаете, что все друг у друга воруют. Вам это не нравится. Вот меня удивляют такие люди, которые задают не очень корректные вопросы, получают такие же ответы, а потом пишут – вам что, не нравятся мои комментарии? Да нет, нравятся. А вам что, не нравятся мои ответы? Ну, как говорится, по вашим комментариям получаете такие же и ответы. Или вы что думаете? Я буду лебезить перед вами и говорить, как мне нравятся ваши вот эти вот резкие комментарии. Не знаю я, я не понимаю. Какой ответ – такой привет. Или какой привет – такой ответ. Ладно, не будем о плохом. Сейчас перейдем, я покажу, что у меня уже получается с перчаточкой. Возможно, кому-то это поможет. Итак, друзья, вот что у меня уже получается. Я снимала, в общем, мерки с Лешиной руки, поскольку перчатка вяжется на его руку. Но, когда я приложила свою, поняла, что можно вязать, в принципе, по своей руке. Чуть-чуть там длиннее пальчики, а так, в принципе, вот, если приложить, то у нас с ним очень похожие руки. Ну, вот, мизинчик, я смотрю, немножко длиннее. Ну, в общем, буду, конечно, подсматривать на эти размеры. Ну, а вообще, примеряю, конечно, на себя. Значит, здесь я вяжу на двух парах спиц. Джинджер и Зинге, по-моему, так называются, карбоновые спицы. И смотрите, вяжу на троечке, ну, посмотрите, троечка от Джинджер больше, чем троечка от Зинг. По-моему, так называется, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, карбоновые спицы. Вот. Естественно, это у меня, видите, как я прицепила с одной стороны. Ну, в общем, разделила ведущая спица, которая большую, ею я вяжу, а в левой руке у меня такая же спица, такого же размера, но вот я выявила, что они все же отличаются по размеру. Вот это вот, естественно, вот даже невооруженным глазом видно, что она больше. Итак, я вяжу, набрала здесь 48 петель, провязала 20 рядочков резинки 2 на 2. Очень тяжело вязать, друзья, темной пряжей, очень тяжело. Пряжа у меня опал носочная, и вот в смесовке вот с такой пряжей бамбуковой. Я не знаю, как она, по-моему, от Альпина, бамбук. Вот. Два сложения пряжи. Как клин вывязывать, наберите индийский клин и найдете, как. На пальчик я оставила 12 петелек со смещением пальчика вот 3 петли. то есть после резиночки я связала просто сначала 4 ряда безо всякого клина, просто лицевой гладью, потом начала вывязывать вот этот вот клин. Сколько вы оставите петелек на пальчик, столько вам и нужно добрать петель. То есть вот здесь добираем те же петли. То есть если у меня 24 петли с одной и с другой стороны, так они и должны остаться по 24 петли после вывязывания вот этого клина. Здесь все очень просто. Клин я вязала с накидом. Мне так проще. Его сразу видно, не ошибаешься, все наглядно, все хорошо. Вот. Сейчас вот вывяжу я так надо мне одеть мизинчик. Мизинчики я уже вывязала. Видите, он немножко длиннее, потому что у Леши вроде длиннее пальчик. Вот. Значит, что после того, как я вывязала вот этот индийский клин, я провязала 8 рядов просто в круговую. И посмотрите, как устроена наша анатомия руки. Мы видим, что нельзя вывязывать пальчики на одной линии. То есть у нас сначала начинается мизинчик, потом начинается безымянный палец, а вот эти два пальчика указательные и средние они как бы на одном уровне. Но вот эти пальчики явно видно, что они на разных уровнях. Поэтому я связала мизинчик. На мизинчик я от петель имеющихся взяла по 6 петель с одной и с другой стороны, то есть 12 петель, но вот здесь вот с одной и с другой стороны я из петельки вывязала две петельки. Как я это делала? Подхватывала одну петельку, вывязывала с петли нижнего ряда, а потом вязала скрещенную лицевую. Вот и все. У меня из одной петли получилось две. Поэтому пальчик в мизинчик у меня получился на 14 петель. Хотя я взяла 6 петель из вот этих имеющихся 44 петли. Не 6, а 12. Ну, по 6 с одной и с другой стороны. Что я буду делать дальше? Дальше я по кругу провяжу рядочка 2, чтобы дойти до безымянного пальца. Вывяжу сначала безымянный палец, но вверх провяжу 2 ряда вот эти петли. А потом уже вот эти петли буду вывязывать на одном уровне. Возможно, рядочек еще поднимусь от безымянного пальца и только потом буду вывязывать вот эти вот пальчики. Вот. Читала там комментарии к таким вот мастер-классам. Для меня это, ну, как бы, не знаю, не мастер-класс. И люди задают вопросы, ну, почему вы вывязываете пальчики все на одном уровне? И идет ответ от автора канала. А где вы видели, что вывязываются на разных уровнях? Ведь как бы это покупаем перчатки и они все пальчики на одном уровне. Ну, конечно, мы покупаем перчатки, это вяжет машина, а здесь мы вяжем индивидуально и, естественно, хорошо бы вывязать на разных уровнях. Так что, друзья, смотрите, как говорится, думайте сами, решайте сами, но чтобы сидела хорошо перчатка на руке, и это было не машинное вязание, все-таки индивидуально, свяжите пальчики на разной высоте. Вот, сейчас два ряда еще провяжу, вывяжу безымянный пальчик, потом оставшиеся петли провяжу прямо еще один рядочек, чтобы подняться, потому что безымянный пальчик тоже находится не на одном уровне вот с этими пальцами. Вот, так что, вот такая вывязывается перчаточка. Чтобы себя проверить после того, как вы ну, как бы свяжете вот этот клин, просчитайте ваши петли. У вас должно получиться столько же петель, сколько вы набирали. не считая пальчик. Вот такие у меня дела. Сейчас покажу вам шпульку, вот как она уже ходит, уже вот даже бегает и все нормально. Шпуля, ну покажись, покажись, шпулечка, шпулька, ну покажись, как ты ходишь. Ну, вот она ходит более-менее уже нормально, но как только она спрыгнет со стола, видимо, там, я так подозреваю, что там все-таки трещинка была у нее в лапке. Вот после прыжка со стола она начинает опять немножко подхрамывать. Но ничего, это уже как бы не страшно. Тут два дня назад она меня напугала. у нее началась рвота и вырвала она небольшую ниточку, пряжу. Даже не пряжу, а джутовую. Может быть, она где-то оторвала вот от коврика. Ой, в общем, я перепугалась опять, друзья. Один раз она вырвала и вроде-то, в общем, в этот день плохо ела. У меня уже мысли побежали, что там куча ниток, что они запутали ей кишечник. Вообще, это очень-очень опасно. Вот. Ну, слава богу, все обошлось. Начала кушать, в туалет ходит нормально и с лапкой у нее тоже все нормально. Моня, ты решила половинить Шпулькину порцайку, да? Решила половинить. Вот. Еще вот на фоне котиков отвечу на комментарии. Сегодня поступил комментарий. Лена, не могли бы вы показать культиватор, который приобрели и почему купили именно электрический? Значит, культиватор придет 24 что ли, декабря. Надо у Лешика спросить. Я его еще не получила. Почему Лешик выбрал именно этот культиватор, не бензиновый, а именно электрический? Ну, потому что пока Лешик на два дома, Москва Чеплыгин, и возможно, мне самой придется культивировать. Я же говорю, вот такая осень была, что нужно прям ждать этот солнечный денек сухой, чтобы вскопать огород. А если я буду ждать Лешика, и у него там на этот момент не будут попадать выходные, потом пойдет дождь, в общем, каждый день дорог, и возможно, мне самой придется культивировать землю. Почему электрический? Потому что он весит всего 13 килограмм, друзья, 13 килограмм. Самый легкий бензиновый 36 килограмм, это самый легкий, но он и маломощный. Мы выбирали 1800 мощность, это электрический, вот, это нормальная мощность, и он, ну, очень легок в обслуживании, в бензиновом, там же надо разбавлять бензин маслом, или там какой-то присадкой, я не знаю, следить, менять фильтра, менять свечи, там, все это, это я не смогу делать, поэтому это, так скажем, женский вариант, ну, и включил в розетку, прокультивировал, и все, понимаете, вот поэтому мы выбрали именно этот культиватор, и придет он, я, конечно же, вам покажу, что, Марусечка, решила почесать, да, почесать решила коготочки, вот, конечно, когда приедет Лешик, и мы все это дело соберем, я имею ввиду этот культиватор, мы, конечно, не опробуем его на земле, потому что снег лежит, но хотя бы включим, посмотрим, работает он или не работает, если сейчас найду ссылку на него, я вам сейчас его покажу, вот так вот он выглядит, культиватор зубр, сейчас посмотрим, сколько он сейчас стоит, метр семьдесят, видите, высота вот этой вот ручки, но он удобный, и здесь вот такие вот ножи, вот сейчас он стоит 12,490, ну, 12,500, да, Лешик его покупал за восемь с небольшим, есть дешевле, вот тут подсказывает озон, 10657, так, вот как он называется, электрический культиватор зубр, ККД, 1800, вот, осталось, пишет, две штуки, вот, посмотрите, найдите его на озоне, почитайте отзывы, причем там все отзывы хорошие, друзья, все хорошие, я ориентируюсь на отзывы, причем я сначала начинаю читать плохие отзывы, а потом уже хорошие, так вот, в этом культиваторе все отзывы хорошие, как ни странно, причем у разных продавцов, Лешик читал, и сказал, вот, ориентир был на это, ну, и на то, что он словил его по скидке, ну, почти в 5000 рублей, да, не почти, а в 5, так что можете тоже так же забросить в корзину, пусть он там у вас лежит, и, может быть, через какое-то время он станет дешевле, я думаю, что в озоне есть такая программа, которая отслеживает, сколько людей положило, допустим, этот продукт в корзину, и, если видят, что таких людей много, они делают скидку, ну, чтобы человека заинтересовать, чтобы он купил, скидка там буквально на один день, но это я так думаю, возможно, я не права, но Лешику везет, он частенько так закладывает в корзину товары, и потом через какое-то время ловит скидку, ну, вы посмотрите на эту дылду, это же дылда уже, 21-го, кстати, вчера было полгода нашей шпульки, ах, как же хочется еще мамочку покушать, да, а мамочка уже отталкивает ее лапой, хватит, говорит шпуля, хватит, ты уже большая, видите, как, не хочет Маруська, в общем, не стерилизовала я еще Маруську, был у меня такой порыв, я как-то вам рассказывала про это, решила дождаться, может быть, весны, пока не просит котика она, пока все нормально, вот пока еще даже шпулька ее посасывает, думаю, что я буду торопиться, никуда Надя не денется, ну, если денется, поедем куда-нибудь в Донков, там, еще куда-то, вот так вот мы любим еще молочко у мамочки попить, да, шпулечка, так что со шпулькой, друзья, все пока наладилось, ладно, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч, с вами была Елена Ситникова, пока-пока.